Да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Михаил. Я по поводу письма. Давайте. Да, вот, собственно, вы писали о том, что у вас такие были потери. И хотелось бы узнать, в чем была главная причина того, что у вас не получилось вовремя проверить оборудование. В том, что вы облажались его в четверг привезти. Да, это верно. Это наш день на проверку. Это наша вина, действительно. И, наверное, если бы мы... Это, конечно, вы виноваты. Если бы мы знали, что вам так срочно нужно, и что вам нужен день на проверку, мы бы либо привезли его раньше, либо сами проверили его у себя. Ничего себе. То есть просто до этого вы мне говорили, что абсолютно не было никакой возможности его раньше привезти, а теперь говорит, что если бы знали, то привезли. И меня это очень расстраивает. Ну, то есть вы мне как бы изначально спустя рукава работаете, когда shit happens, а, ну, если бы мы знали. Блин, ребята, это же полная задница. Ну, не совсем так. Мы могли бы, скажем, привезти его пораньше в этот же день. Или, скажем, вечером заранее у себя каким-то образом его или утром, ночью проверить. А почему вы не проверили? Потому что это не входит в стандартную комплектацию наших услуг. Проверять его долго, как вы знаете. И что проверить нужно, ну, заранее желание пользователя. Понятно. Ну, очень ладно. Ничего, короче, налажали. Да, в этом есть наша вина, несомненно. Я думаю, что можно говориться так. Мы возместим затраты на анализ, точнее говоря, диагностику оборудования, потому что эти документы все равно нам нужно будет нашим поставщикам предоставить, чтобы с ними тоже каким-то образом выяснить отношения с браком. Но понятно, что мы не можем вам компенсировать вашу покупку нового оборудования, потому что мы не страховая компания, мы не можем все ваши действия оплатить, к сожалению. Но, с другой стороны, мы с вами можем договориться о том, что в следующих поставках мы либо проверим, либо будем проверять сами оборудование, потому что у нас есть для этого возможности, либо каким-то образом с вами договоримся так, чтобы сроки поставки были обговорены сильно заранее, и чтобы у нас не было такого неприятного дедлайна в один-два дня. Ребята, я вам заказ сделал еще во вторник. Что значит обговорено? Я с вами все обговорил, вы мне пообещали, что в четверг все точно будет. В четверг непосредственно позвонили, сказали, что о, что-то там у нас склад, бла-бла-бла, что-то там на кого-то свалили, мы точно не можем. Как еще заранее? И никаких у нас с вами дальнейших отношений не будет, если вы отказываетесь мне компенсировать. Причем здесь страховая компания? Я покупал такие же блоки взамен испорченных, потому что вы в пятницу уже не работали. Ну как бы, айкей, понятно, что никто не взял трубку, я это не по собственной прихоти делал, а из-за того, что ваши блоки не работают, из-за того, что вы не можете их привезти вовремя, вы не можете их сразу проверить, и у вас там нет круглосуточной поддержки. Я вынужден был сам рискуя сорвать вообще целиком съемку, что там грозило бы в десяток раз большими последствиями, которые даже посчитать трудно. А вы мне теперь говорите, ну да, диагностику мы вам вернем, а то, что вы покупали, ваше личное дело. Ну, спасибо, дорогие. Дело в том, что мы, к сожалению, работаем по тем условиям, по которым работаем. Мы не можем предоставить, точнее говоря, мы не можем работать круглые сутки, потому что у нас такая компания такая. Нет, а кей, хрен с ним сутками, я от вас, а вот этого и не ждал. Мы можем, мы по условиям любой продажи, мы можем поменять оборудование, но мы не можем поменять его срочно, в тот же день или на завтрашний день. Оборудование сложное, мы должны поехать по поставщикам обратно, это в принципе невозможно. Никакая фирма, другая вам тоже такого сделать не может, пока у нее нет этого оборудования на складе. Ой, вы лучше, Юр, не начинаете. Насчет другая фирма не может. У меня, я после того, как всю эту историю рассказал, знакомые как раз работают с другим поставщиком. Я боюсь назвать, в смысле, боюсь перепутать название, но я думаю, что вы его знаете. И они в аналогичной ситуации все компенсировали. Поэтому не надо здесь ля-ля. Я вижу, вы очень любите на других валить. И прекрасно они компенсировали. А потом уже после того, как они клиенту компенсировали, они, разумеется, уже сами разбираются со своим поставщиком. Там компенсацию требуют, ремонт, может быть, там гораздо больше требуют. Этого я не знаю. И товарищ мой не знает. Разумеется. Поэтому, да, я хочу, чтобы вы мне это компенсировали, забрали эти неработающие электронные блоки управления и дальше с ними делали, чего хотите. Требовали компенсации от поставщика, чинили, продавали там в три дорогая. Нет, 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 простите. Наверное, мы не очень поняли. Я имею в виду, что, конечно, мы компенсируем или поменяем вам блоки, которые вы купили у нас. Это брак, по-другому, конечно, не делается. Но мы поменяем их по цене, которую вы купили у нас. То есть по цене, которую вы заплатили нам, а не другому поставщику. Ну, мы сделаем стандартный обмен товара. Как если товар в магазине, конечно, можете вернуть его за полную сумму. Так а почему вы меня не хотите? Это то, что я переплатил, вернуть. Я же по вашей вине переплатил, а не по своей прихоти. Потому что мы не можем ваши действия оплачивать. Мы можем оплатить только возврат нашего товара. Мы не можем оплачивать… Ну, представьте, что у клиента будет, не знаю, там такая ситуация, что ему нужно будет… Ну, грубо говоря, предпрезидент или какой-нибудь там топ-менеджер большой фирмы сойдется сделка, а сделка будет стоить 100 миллионов. Мы же не можем каждому поплатить из-за этого 100 миллионов. Это форс-мажор. Это, да, какая-то такая ситуация, в которой вот спать кажется. Ну, хорошо, хрен с вами. Форс-мажор, хотя бы по вашей вине форс-мажор. Если бы вы себя нормально вели, никакого форс-мажора не было. Поэтому форс-мажор – это когда никто не мог предвидеть. Вы это могли предвидеть, просто не захотели. Как сами сказали, мы не проверяли, не знали, что срочно, и в четверг бы могли, но думали, что ничего и так сойдет. Поэтому какой же это форс-мажор? Форс-мажор, если бы Годзилла у нас по студии прошлась бы, это был бы форс-мажор. Ну, в четверг бы не говорили, что это настолько срочно, что все ваши планы изменят. Вы сказали, что в пятницу это нормально. Ну да, потому что вы мне не сказали, что Илья, ну только вы имеете в виду, мы можем вам неработающее оборудование поставить. Ну, к сожалению, такой риск есть всегда. Ну, кто о нем знает. Я вот не привык закладывать риск, что оборудование новое, которое я покупаю у вроде как уважаемых компаний, будет не работать. А если вы о нем узнали, чего же вы мне об этом не сказали? Он встречается редко, и действительно мы тоже с таким встречаемся, и нам это очень приятно. Я думаю, что как-то можно построить сотрудничество таким образом, чтобы брак, который все-таки встречается у всех, он был заранее проверен либо вами, либо нами, чтобы таких ситуаций не потерялся. Юрий, что вы предлагаете? Компенсировать мне диагностику, забрать у меня неработающие блоки, это именно как бы часть вспышки, чтобы вы понимали, то есть это вытащенные электронные блоки, четыре, забрать, и что, мне вернуть четыре работающих этих электронных блоков? Да, именно да. Так а нафига мне блоки отдельно? Чего я с ними буду делать? Вставить вспышки, которые остались у вас. Ну так я же вспышки вставил, то, которые я купил, у меня же сейчас собранные вспышки, естественно. Ну вот сейчас еще раз, у вас же были исходы комплект наших вспышек, правильно? Ну да, я вытащил оттуда четыре неработающих блока и вставил туда четыре мною купленных за три дорого блока, ну в смысле не три, четыре купленных. Так что у меня в результате сейчас есть пять работающих комплектов, и есть четыре вытащенные ваши бракованные электронные блоки. Поняли? Да, понял. Я думаю, что... Вы мне, если отдельно эти блоки поменяете неработающие, мне от этого тепло не станет, потому что мне они нафиг не сдались сами по себе. Давайте вы мне, поскольку блок это явно большая стоимость, ну объективно так, остальной там корпус, штатив, лампа, который стоит 500 рублей, ну вот давайте вы мне хотя бы не четыре этих блока вернете, а полноценные комплекты. Ну, мы вернем, конечно, комплекты вместе с теми комплектами, которые остались у вас. Так я их вам не смираюсь отдавать, что значит и так остались. Нет, в смысле дополнительно дадите корпуса лампы штатива, чтобы эти четыре электронных блока, которые вы замените, превратились в полноценные вспышки, с которыми работать можно. Мне не нужны запасные части. Да, я понимаю, что они уже запасные части, но, к сожалению, вспышки тоже стоят, ну, то, что кроме блока, вспышки тоже стоят денег. И мы не можем отдать их, собственно, вот без цены. Мы можем предложить вам четыре новых блока со скидкой, например. Четыре новых вспышки целиком. Вы мне лучше не скидку на них сделаете, а как раз на эти деньги сэкономленные, и добавьте штатив и корпус. Чего вы мелочитесь-то? Я боюсь, что стоимость корпуса и штатива больше, чем стоимость в одном из скидки. То есть вы хотите, чтобы я вам еще и доплатил? Ну, доплатили за новое, за новые, по сути, вспышки. Это будет новый комплект вспышек, четыре новых вспышки. Ладно, а какую скидку вы мне готовы давать? 10%. Это несерьезно. Вы 10% всем даете. Ребята, вы меня только что поставили на 140 тысяч, и мне 10% предлагаете? Ну, вы чего хотите, чтобы я сейчас развернулся вообще, на вас плюнул? Думаете, это лучше получится? Нет, 10% это довольно большая скидка. Мы опять даем нашим постоянным клиентам. Ну, а партнерам-то вы, небось, 20% даете? Давайте мне 20%. Тогда еще хотя бы я могу представить, что я отобью когда-то эти деньги. Дело в том, что партнерам мы тоже даем 10%. Это наша такая позиция руководства, твердая. Я никак не могу вам, и они тоже не смогут вам дать большую скидку. Почему? Но, тем не менее, потому что наша скидка заложена, ну, по сути, в нашей скидке заложены возможные дальнейшие отношения. Она рассчитана таким образом, чтобы постоянные партнеры имели свою выгоду. При скидке больше скидки, просто мы работаем все в убыток. Мы не можем продавать партнерам. Ну, мы не можем нормально работать с людьми, с которыми мы работаем в убыток. Так, ладно, Юрий, давайте. Мое конечное уже много времени потратили. Конечное предложение. Значит, вы компенсируете мне диагностику, вы мне меняете 4 этих блока неработающих на 4 полноценные вспышки и даете скидку 10% пожизненно. Пожизненно. Ну, не пожизненно. Давай, ну, на эту сделку, естественно. А на следующую 5, давайте так. Нет, вы что, издеваетесь? Нет, 10% вы мне даете просто всегда скидки на какую эту сделку. На этой сделке я ничего не плачу. Ну, я думаю, что после третьей покупки, когда вы стоите нашим постоянным партнером, да, мы дадим вам 10% пожизненную скидку. Ну, так будет. То есть сейчас вам недостаточно, я с вами горе выпил, надо еще. Нет, горе не будет. Мы делаем так по правилам, но я уверен, что с вами мы сработаемся и сможем... Ну, как, вам сделают уже всего лишь одну после этого покупку, и у вас будет уже скидка постоянного клиента. На 10 рублей покупку можно сделать. Вы, да, 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 делайте, что хотите. Мне важно, чтобы я за это не заплатил денег, чтобы вы мне 20 тысяч вернули, ну, там, в любом виде, там, на счет перевели, наличными отдали. Ну, вот, и, собственно, если вы мне 10% при этом даете на все последующие покупки, ну, окей, это выглядит... Да, давайте так. Ну, хорошо, Юрий, договорились. Договорились. Все, спасибо. Всего доброго. Удачи.